Приветствую вас, аноним. Жалко, конечно, что вы аноним, но ладно. Смотрите. Вы, к сожалению, описываете модель отношений, достаточно болезненных, достаточно неприятную, достаточно негативную. Понимаете, советовать здесь вам в этой ситуации что-либо, на мой взгляд, не совсем корректно, гораздо важнее, чтобы вы приконсультировались со специалистом, и чтобы вы, собственно, как сказал мой коллега Борис, чтобы вы проработали с личными границами. Потому что, вот, то, что я вижу, да, это несколько проблем. Первое, это проблемы с наценкой у вас. Второе, это жертвенно склонны к угожданию поведению. Если вы стараетесь угодить, стараетесь все сделать у себя, еще обвиняете в том, что, ну, как бы, оправдываетесь в том, что не можете все успеть. Вот. Вы терпите мужчину, который, ну, мягко говоря, не особо вас ценит, да, мягко говоря, не особо вас уважает. И, ну, подобная проблема, как мне кажется, связана с тем, что вы не в достаточной мере уважаете и цените сами себя. Вот. Это достаточно серьезная трудность, это достаточно серьезная проблема. Следующее, это то, что ваш муж старше вас на, ну, на приличное количество лет, да, то есть вы говорите, что намного старше вас, ну, насколько именно вы не говорите, не ежен, но тем, 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 это важно, вот, что человек вас старше. Вот. Ну, и, соответственно, с этой отношением надо начать, что вы слишком здравоохраняете, что вы склонны к рационализации, что вы склонны свои чувства подавлять, что вы склонны к тому, чтобы, ну, больше, вот, думать, там, условно говоря, головой, да, и, по сути дела, вы так и образом составляете своему ее конкуренцию. Вот. Ну, а, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы тяготите к такой модели поведения, чтобы муж снова и снова показывал вам, что он ему дорогой, а он сам по-другому свои чувства и эмоции выражает просто напросто не умеет. Ну нужно сказать, что вы выбрали себе, ну как бы мужа, да, соответствующего, то есть, ну как я понял, он не особо менялся, не особо менялся, вот, со временем человек не особо менялся и, соответственно, как бы вы их к этому адаптировались, но отношение свое к этому не обрабатываете, образно говоря, вот, а отношение здесь оно первичное, потому что, ну, по сути вы, ну, своим поведением просто демонстрируете, демонстрируете то, что с с вами, с вами так можно обращаться, ну, как сказал опять же мой коллега. Так что, навыки бесконфликтного общения, навыками бесконфликтного общения, вот, это первое. Поро подумать о ребенке, вот, желательно, конечно, это было бы сделать раньше, но, что если есть, да, потому что я уверен, что такие ситуации случаются не впервые, вот, и, соответственно, все это на ребенка безусловно влияет, вот, влияет и влияет, ну, совершенно очевидно, что довольно серьезно, вот. А, вот так вот, но это зависит от отношения у вас, к сожалению. Я понимаю, что хорошего мало, но ситуация вот такая, ну, неприятная ситуация. Вот, так что здесь именно вот работать с лучшим выражением не может, эм, то, что вы говорите, да, ну, что не может, эм, попавистить, эм, голос, эм, на своего ребенка. Понимаете, как бы, ну, голос, эм, именно голос повышать, может быть, и не нужно, именно голос повышать, не нужно, может быть. Вот, ну, как бы, учиться выражать, эм, свои эмоции, учиться выражать, свои чувства, ну, это, ну, принципиально важный момент здесь, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Эм, вот так вот, примерно можно ответить. То есть, если вы, эм, ну, если вы почитаете свои сообщения, если вы прочтете его, то вы увидите, что, по большому счету, вы, эм, в какой степени пытаетесь оправдать, оправдать, оправдать своего мужа. Я думаю, что, есть, у меня какой-то страх остаться одной, вот, хотя, скорее всего, вы со мной, эм, не согласитесь, эм, ну, в этом, ну, как бы, это не имеет особо, особо значения, то есть, ну, есть какие-то причины, с которыми вы, вот, эм, продолжаете эту историю со своим мужем, старпят, вот, есть, какие-то причины. Может, полюбовь, ну, полюбовь, что, эм, ну, не совсем, не совсем то, эм, а вот, что, ну, и затем то, как можно писать, эм, ну, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ваши винадь есть, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Возможно. Возможно они выйдут к вам чувства. Но эти чувства, они выращаются, но очень деструктивно, я бы сказал. Ну вы, я более чем уверен, что вы сам это прекрасно понимаете. Вот. Я думаю, я думаю, что ответить вам можно примерно в таком ключе. Вопрос, который выдают. Примерно. Примерно так. Дальше речь можно будет вести в контексте психотерапии. Вот. И проработки тех моментов, которые я озвучил. Вам, ну, или я, либо другие коллеги. И, соответственно, корректирование ваших моделей поведения. Вот. Которые встречаются, к сожалению, выглядят весьма деструктивно. Вот. Но не только для вас, но и для ребенка вашего тоже, к сожалению. Потому что ребенок страдает. Вот. А мужа, мужа своего, что важно, вы не измените. Мужа, что важно изменить, вы не в силах. Вот. Т.е. Муж не изменится. Пока он не захочет этого цена. Вот. Вы пишете о том, что, ну, каждый раз ждет, что он изменится. Он не изменится. Вот. У него нет. Для этого мотивации. Вот. Т.е. чтобы измениться, человек будет по мотивации. И, соответственно, не стоит забывать о том, что человек то всего, и, соответственно, это снижает, ну, это снижает шансы того, что он изменится. Ну, потому что ему сложно будет это сделать. Вот. Сложно и тяжело. Даже если он хочет. Вот. Ну и обратите внимание, что человек в целом прикладывает ответственность. Эм. Что значит. Себя. Ну, на вас. Вот. Что говорит о том, что, ну, к сожалению, лично человек не врел. Вот. Это вот. Это вот. Такая неприятная, может быть, для вас будет, эм. Ну, как сказать, неприятная правда, может быть, хотя я не уверен, не уверен, что вы этого не знаете. В целом есть вещи, есть вещи, которые удерживают вас с человеком. То есть, ну, как бы, есть вещи, которые, ну, мотивируют вас снова и снова. Оставаться с человеком. Ну, ну, в отношениях. Вот. И, честно говоря, я не думаю, что эти, вот эти, ну, условия, да, эти основания, они... Эм. Быстро. Уйдут. То есть, если столько времени вы человек не живете, столько времени вы, эм, терпите, э, такое вот его к себе отношение, э, то, ну, скорее всего, вы будете с ним. Купаться, потому что есть определенная вторичная выгода, которую вы получаете. Вот. Вот. Я думаю, что, эм, вторичная выгода, связан, связана, э, э, с тем, как вы, э, ну, ну, воспринимаете и относитесь, э, сами к себе. То есть, вот, именно, как, как вы себя видите, как вы к себе относитесь, э, как вы себя позиционируете. Вот. Ага. И до тех пор, пока это не будет скорректировано, до тех пор, я боюсь, что, э, эм, ситуация не изменится. Вот. Я боюсь, что вы так и будете находиться в этих отношениях. Вот. Ну, весьма-весьма деструктивных, деструктивных, конечно. Вот. А, ну, в целом, эм, наверное, такой, э, такой ответ мог бы я вам дать, э, в целом. В целом. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Э, значит, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.